Мощный взрыв и пожар в британском Лестере. Местный магазин буквально взлетел на воздух. Погибли пять человек, еще пятеро с травмами были госпитализированы. Что произошло, узнаем от Светланы Чернецкой. Взрыв был такой силой, что здание рухнуло, как карточный домик. На соседних улицах даже показалось, что это землетрясение. До приезда полиции и пожарных местные бросились спасать пострадавших. Но пламя становилось все более мощным. В конце концов, огонь уничтожил до тла трехэтажное здание. Мой дом вздрогнул от взрыва. Было впечатление, что потолок вот-вот упадет. А когда я вышел на улицу, то увидел, что магазин разрушен до основания. Снесло автобусную остановку напротив, а обломки разбросало по всем четырем полосам дороги. Количество погибших увеличилось до пяти человек. Еще пятерых удалось спасти, все они в больнице. Пожарные работали всю ночь, пытались потушить огонь, который мог легко перекинуться на соседнее здание. Даже сейчас, спустя сутки после пожара, остатки дома все еще дымятся. А спасатели не теряют надежды найти уцелевших людей под завалами. Пока у нас нет информации о всех жителях и посетителях этого здания. И мы думаем, что под обломками могут находиться люди. Спецоперация пока еще на этапе поисковой и спасательной. Очень важно, чтобы мы как можно скорее нашли как можно больше людей. В полиции не считают этот взрыв терактом, но у них до сих пор нет никаких зацепок. Причин этого взрыва и пожара может быть очень много. Мы с полицией проведем полное и детальное расследование, но только после завершения спасательной операции. Известно, что два верхних этажа занимали частные квартиры. А на первом совсем недавно открылся польский супермаркет. Во время взрыва он еще работал и там могли находиться посетители. Очень вероятно, что одной из версий полиции станет преступление на почве расизма и ненависти. После референдума по выходу из ЕС количество нападений на мигрантов здесь увеличилось на 40%. Правда, зачастую, слыша иностранные речи, люди проявляют агрессию на улицах. До взрывов еще не доходило. Большинство сторонников Брексита считает, что стране необходимо закрыть границы. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.